На левом берегу 354 тысячи человек получили молдавское гражданство. После 24 февраля 2022 года в три раза возрос поток желающих получить молдавское гражданство. Все экономические агенты с левого берега зарегистрированы в Кишиневе и осуществляют экспортную и импортную деятельность на основе документов, выданных Республикой Молдова. 15 ноября 2020 года те люди, которые приехали с левого берега голосовать, принимать участие в выборах президента Республики Молдова, в 14,2 проголосовало за Майо Сан. То есть, когда мы говорим конфликт, нужно правильно указать, между кем конфликт. Это не есть конфликт между нами с вами и рядовыми жителями левого берега Днестра. Это искусственно замороженный конфликт, который на протяжении десятилетий обслуживал интересы контрабандистов, международной сети организованной преступности. Люди, заложники, рядовые жители левого берега являются заложниками этой ситуации. И интеграция Республики Молдова, не следует забывать, что мы пока что идем в пакете с Украиной, а так называемое Приднестровье – это узкая полоска земли между Украиной и Республикой Молдовы. То оно неизбежно приведет к демократизации этого региона. Это процесс, который будет длиться несколько лет, как минимум, в оптимистическом варианте. И поэтому не надо зацикливаться на том, что вот конфликт. Это искусственно замороженный конфликт. Нужно создать условия для того, чтобы страна мирно объединилась на основе ценностей Конституции и законов Республики Молдова. Могу только сказать, что когда 24 февраля прошлого года я был в Киеве, я председатель парламентской группы по дружбе с Украиной, я на роды все в Украине, издатный, спелкуватый всеукраинскую мовую, мне звонили из Террасполя, я говорю, что случилось? Да вот, говорят, на нас нападет Украина. Я говорю, успокойся, я сижу в Киеве, никто на вас нападать не надо будет. Когда я приехал домой, я звоню, ты где? Я в Кишиневе, на всякий случай привез своего сына сюда. Понимаете? Вот что это за конфликт. Когда в Кишиневе подходишь к медицинскому учреждению частному, ну, к примеру, как это называется турецкий медпарк, Каждая третья машина с номерами с левого берега, люди едут на правый берег за качественными медицинскими услугами. Несколько лет назад была информация, сейчас я уже не слежу, 4 тысячи молодых людей с левого берега учились в вузах в Кишиневе. 80% экспорта с Приднестровья идет в ЕС. Да, идет на рынок Евросоюза. Я про это, про экономику даже не говорю. Поэтому это искусственно замороженный конфликт, это не такой конфликт, как, не хочу там приводить примеры, как, например, ну, условно говоря, Карабахский конфликт, да? Здесь такого нет. Здесь никто никого не собирается убивать. Нужно просто мирный демонтаж этого режима и интеграция людей с левого берега на основе Конституции Республики Молдова. И общечеловеческих ценностей. Поэтому это проблема. Мы не закрываем глаза на ее существование. Есть реальная проблема с нарушением прав человека на левом берегу. Здесь мы не дорабатываем. Но мир движется в ту сторону, когда такого рода режимы будут мирно демонтированы.